Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами Люля Кебаб. А в фобоксе будет ссылочка на рецептик. Как в условиях карантина в домашней атмосфере приготовить себе шашлычок. Вот так вот он выглядит. Здесь даже у нас есть лучок, который я не очень люблю, но запах очень классно сочетается. Здесь барбарис, огурчики, сок, кетчуп. Все приготовила. Попросила вас задать интересные вопросы в инстаграме. И давайте приступим. Пока мы готовили, пока мы снимали, мы с мамой чуть не поругались. На. То есть где-то 30 минут, 25 минут это все дело готовилось. Я подумала, почему бы не пойти и не снять тикток. Это не понравилось маме, что... Ой, мы начали снимать. Давай закончим. Потом ты пойдешь по своим делам. Чего я тебе через каждые 5 минут должна звать. Ну, в общем, слово за слово у нас бывает. Может, просто я очень давно не кушала Люля. Ну, это очень круто. Давайте еще кетчупа. Я нашла подписчиц, с которыми будет видео. Очень интересное видео. В плане еды будет челлендж, будет подарок. То есть будет бокс с косметикой. И со сладостями. Кто выиграет челлендж, тот получит это все. Все будет максимально честно. Выбрала двух девочек. Точнее, они мне написали в инстаграме. Чисто случайно я это увидела. Мне кажется, видео с подписчицами... Это очень интересно. Кто ждет видео с Айсель, они тоже обязательно будут. Просто совместных видео будет больше, чем раньше. Просто сейчас карантин. Я соблюдаю режим изоляции. Стараюсь ни с кем не контактировать. И слава богу, я не заболела пока что. Я смотрела вчера прямой эфир Юлии Ефременковой, бывшей участницей Дома-2 и теперь уже бывшая ведущая. Не придерживается режима изоляции. Я придерживаюсь, меня все устраивает, все круто. Айка, скажи что-нибудь на Лизгинском. Я говорила, за с чем параканз вам. Чуин зу вики. Кто из блогеров инстаграма и вообще ведущих тебе нравится больше всего? Мне очень нравится Бузова, потому что она все, знаете, нараспашку у нее. Она вот все показывает из своей жизни, все рассказывает. Меня это очень подкупает. Я люблю, когда человек вот с открытой душой, так скажем. Я, например, не такая. Ну, как сказать, не такая. Я пытаюсь много чего рассказывать, но не все. Как она сказала в одном из интервью, когда ты искренний, люди это чувствуют. И люди подписываются, люди тебя любят. Вот. И кто-то говорит, там у нее таланта нет и все такое. Самое главное, что люди ее любят. Но кроме Бузовой мне еще нравится Регина Тодоренко. От нее прям, знаете, такой позитив. Такой позитив. Не знаю, вообще такой, знаете, добрый, классный человек. И это прям чувствуется. У нее очень много, не знаю, всегда позитивных комментариев. Я замечала. Народ ее любит. И это чувствуется. Макаю в барбарис. И знаете, такая кислинка обалденная. А если среди парней, я так-то особо ведущих не знаю. Кто у нас там среди ведущих? Мне нравится Дудь. Когда он делает интервью, он всегда так провоцирует прям своего гостя. И получается интервью очень интересно, мне кажется. Вот. Следующий вопрос. Как относишься к нацизму? К нацизму, ребята, я отношусь крайне плохо. Я просто ненавижу людей, которые подразделяют людей на нации. Особенно я это замечала, когда в России училась, если честно. Были ребята, которые немножко предвзяты ко мне относились, потому что я не русская. Например, в России есть такой лозунг, типа «Россия для русских, живешь в России, говори по-русски». Вот эти же люди, например, русские, они живут, например, у нас здесь, в Азербайджане, и они продолжают говорить на своем русском языке. Десять лет русский живет в Азербайджане, и он продолжает говорить на своем родном языке. Поэтому люди, которые живут, например, инограждане из Азербайджана или из Дагестана, если говорят на своем родном языке, на них не стоит обижаться, потому что вы тоже в других странах делаете то же самое. Я вообще к нацистам плохо отношусь, очень плохо. Я считаю, что нельзя так. У нас, например, здесь живут таджики. Буквально через соседа сверху, да? Знаете, от хорошей жизни люди не переезжают. Значит, в Таджикистане у них дела были не такие уже хорошие. Все мы, я считаю, одной нацией. Это человек нация называется. И это нужно обязательно внушать детям. Следующий вопрос. Как познакомилась со своим молодым человеком? Об этом у меня есть отдельный ролик, но очень часто, опять же, у меня спрашивают про это. То есть, понравился ли он мне сразу, или я подумала, фу, что за придурок. Если честно, он мне сразу понравился. Он такой общительный был, такой милый. Такой, ну, понравился, понравился. Мы познакомились на дне рождения моего одноклассника, а его одногруппника. Его зовут Руфат. Огромное спасибо Руфату, что нас познакомил. Ну, я, если честно, верю в судьбу. Если вам суждено встретить своего родного, любимого человека, вы его встретите. Если вы сейчас находитесь на грани расставания, очень сильно переживаете по этому поводу, знаете, впереди только лучшее. Вы просто обернетесь назад и скажете, как хорошо, что это произошло. Как хорошо, что я рассталась с тем и встретила вот этого. Вот, говорят, женщина выносит мозг, и поэтому мужчина уходит. Честно, женщина просто так не выносит мозг. Когда ее что-то не устраивает, она начинает говорить об этом. У меня была подруга. Она была в отношениях, когда он... Постоянно она говорит, что я ему выношу мозг. Я говорю, а что тебя не устраивает? Он лайкает кого-то. Он пропадает на два дня, не пишет, не звонит. Я говорю, а зачем тебе такой человек? Она говорит, ну я его люблю. Ну как это любить человека, который тебя, например, не уважает, который тебе изменяет, который к тебе плохо относится, ничего тебе не дарит. Ну люблю. И все тут. Потом она рассталась с ним. Вернее, он ее в конце и бросил. Она плакала, горевала буквально там полгода. Затем встретила достойного парня. Сейчас она замужем. Но когда она уже вышла замуж, мы уже, к сожалению, с ней не общались. Она переехала. Переехала в Германию. Сейчас живет там. То есть она сначала уехала учиться в магистратуру. Туда и там уже встретила этого парня. Начали общаться. Там туда-сюда. Шуры-муры. И все такое. Просто вкусно. Сейчас. Как видишь свою жизнь через 10 лет? Когда мне было 12 лет, я думала, что через 10 лет у меня, значит, будет своя тачка, я буду, короче, замужем, и мне все будет чики-пики, да? Прошло 10 лет, как вы видите, ничего из этого не произошло, ничего не получилось. Конечно, мечты они есть, но не факт, что они сбудутся. Я очень хочу, чтобы через 10 лет у меня была своя собственная квартира. Пусть даже в ипотеке, пусть даже, не знаю, не супер большая, но в центре. То есть я не хочу где-то там хардалан, там, не знаю, сумгаид. Чтобы рядом с метром, желательно в центре. Но пусть будет маленькая, пусть будет, не знаю, 50 квадратов, однушка. Кстати, вот ребята, может быть, очень удивятся. Я заметила, что квартиры в России строятся намного меньше размером. Здесь вы не найдете квартиру 30 квадратов, однушка. Я смотрю блогеров, не знаю, там, просто вообще лазю в интернете и смотрю, что двухкомнатная квартира 40 квадратов. Вы здесь в Паку не найдете квартиру 50 квадратов и однушка. То есть больше 50, от 50 начинается. То есть большие. Мне, в принципе, не обязательно, чтобы прям большая была квартира. Вот, можно даже и небольшая. Но главное, чтобы своя. То есть в конце это была моя квартира. Это не потому, что, знаете, у моего жениха нету квартиры и все такое. Я думаю, где мы будем жить? То есть таких проблем нету. Просто я хочу жених. Видите, как я его назвала? Уже хитрая, хитрая. Вот. Ну, в общем, дело не в том, что я позволю, чтобы мой муж жил у меня. Вот такие вещи, кстати, я у кого-то, например, смотрю, я восхищаюсь этими женщинами, которые, например, приютили мужчину к себе домой. Я ни в коем случае. То есть я покупаю квартиру, но дай бог, дай куплю хату себе. Я покупаю ее чисто для себя, чтобы я могла ее сдавать, чтобы если что, если вдруг там муж мне изменит, изменит или что-то произойдет, но мне есть хотя бы своя квартира, да, я не бегу к родителям. Есть отдельная жилплощадь. Я считаю, что в моем возрасте уже пора задуматься об этом. Это же не в 35 сидишь и думаешь, у меня ни хата, ни машины, ничего нету. Вот. Знаете, у меня подруга всегда меня так успокаивала, когда, не знаю, я переживала из-за парня или из-за этого. Она мне всегда говорила, ну, ты нашла, говорит, из-за чего переживать. У тебя ни квартиры, ни машины, не знаю, из-за таких вещей нужно переживать. А ты из-за какого-то парня. Я такая думала, гениально, это фигня, все. Вот, ребят, как-то так. Вот, то есть я не рассматриваю, что мужчина переедет ко мне. То есть он тоже может в ипотеку взять. И мы будем жить у него. Вообще, мои родители, они женились, и у них не было ни квартиры, ничего. Один матрас и двое детей. Вот после этого они начали что-то делать и как-то зарабатывать. Самое главное, чтобы был перспективный человек, не лентяй, а все остальное потихоньку будет. Но, к сожалению, у меня такие приоритеты в жизни. У меня такие принципы. Вы сейчас, может быть, меня осуждать, что Айка как-то меркантильна, это все и так далее. Мне будет как-то некомфортно. Может, у нас менталитет такой. То есть у нас такое встречается очень редко, чтобы мужчина переехал к женщине. То есть на Кавказе такое вы очень редко встретите. 99 случаев такое не бывает. Так что вот так вот. Такие планы у меня на ближайшие десятилетия. Я думаю, что через 10 лет я буду уже такая, знаете, с ключами от хаты. Ну, опять же, непонятно. Это все мечты. Я с вами делюсь своими желаниями. Кстати, я лаваш тут вообще постелила. Что у нас здесь для красоты? Нет, чтобы есть. Если будут хорошие контракты в строительной компании, крупные сделки, может, это произойдет гораздо раньше. У меня весь упор сейчас на работе в строительной компании. Мы готовили в духовке. Готовится быстро, вкусно. просто обалденно. Макаем в барбарис. Я прям люблю, когда много в барбарисах. Мне кажется, с появлением соцсетей люди больше начали стремиться к тому, что нужно как-то зарабатывать, нужно что-то делать, как-то улучшать свои жилищные условия. Люди видят у других и тоже хотят. у нас были соседи в Саратове. Как их звали? Даны и Сергей. Ну, в общем. И у них была такая старая избушка, старый дом, и люди были настолько счастливы. Там только муж работал, а жена даже не работала. И когда моя мама, что-то чисто случайно, папе на работе, ну, какая-то вакансия была, и она предложила соседке, говорит, ты все равно не работаешь, может, устроишься. И она сказала, лучше я не буду кушать мясо и икру, но буду мало работать. Сижу дома себе спокойно, кушаю картошку, и все офигенно. И мне кажется, так мыслили очень много людей в те времена. Мы еще дети были. Это был 2005, может. 2005 мне очень запомнился, потому что я в школу пошла в 2005. Да, в 2005 пошла в школу, и этот год для меня был худший в моей жизни. Я его запомнила прям на всю жизнь. Мне настолько не понравилась школа, настолько мне не понравились дети. И прошло вот эти полгода, Новый год, да, я маме говорю, ну все, да, больше мы не учимся. Мама говорит, нет. Я говорю, все, закончилась школа, ура. И мама говорит, ты что, еще 11 лет. Я так начала реветь. Еще 11 лет ходить в школу, если мне еще сказать, что универу еще 5 лет, я бы вообще, наверное, самоубийство совершила. То есть, мне настолько не понравилась школа. Мне, как сказать, так обидно было, некомфортно, не знаю. Хотя меня никто не обижал, но мне очень было некомфортно в школе. Я плохо знала по-русски. Ни с кем не общалась. Как только начиналась перемена, я думала, блин, что делать? Сейчас вспомнила историю реально очень тупо. Наш сосед всегда забирал свою дочку из школы. И как раз мои родители говорили, что как раз забери Айку тоже. И получается, что мы идем после школы. И она с портфелем. И я с портфелем. И наш сосед брал портфель своего ребенка и брал ее за руку. И они так шли, а я прям рядом. Да и они о чем-то разговаривали. И вообще, как-то меня не вмешивали в этот разговор, так скажем. Мне было так обидно, так обидно, что, не знаю, я тащу свой портфель, а она так спокойно идет, разговаривает со своим папой на какие-то темы. Сейчас-то я понимаю, да? Это его ребенок, а я-то кто ему? Но на тот момент для меня это была трагедия, блин. И прийти домой родителям сказать, вроде как-то не могла. Я стеснялась, что, блин, из-за какой-то фигня и расстраивается. Короче говоря, я ненавидела школу. И первый год, когда я пошла в школу, я запомнила на всю жизнь. Это был худший год в моей жизни. Да. Но потом уже дела пошли получше. Но самое удивительное, что 2005 год, это как будто самый длинный год в моей жизни. Вот самый длинный. А мы с вами тут заболтались, я все это скушала. Было безумно вкусно. Обязательно переходите в инфобоксе и смотрите рецепты. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Лайка Эмили. Всем пока!